Компания «Хагус Авгиз Украина» представляет на данной выставке активы, которые будут очень интересны для наших покупателей и, я думаю, для людей, которые заинтересованы косметикой. Будут представлены активы для зрелой кожи, будут представлены активы для разной кожи и активы для волос, активы питающие, увлажняющие, то, что будет интересно людям и производителям косметики. Мы в этом году тоже посещали Францию, были на выставке «Инкосметикс», и там выбирали для вас те компании, которые были бы интересны для вас и для нас. И поэтому я вас ознакомлю с новинками, те, которые вы посчитали интересными и которые вы, надеюсь, будете использовать в дальнейшем сырье. Здесь есть компании, с которыми мы уже работаем и которые вы знаете. Это такие компании, как «Ресфарма». Но также на выставке мы познакомились с такими компаниями, как «Биогрюнд», «Цитролео» и «БТСА». И с новинками этих компаний, а также с новшествами компанией «Ресфарма», я сегодня вас познакомлю. «Биогрюндель» — это испанская компания, она производитель высококачественных и эффективных активов. И зеленка ее в том, что они производят мультиконсиональные активы, активы, у которых в составе входит большое количество витаминов. Далее вы уже посмотрите на следующем слайде. Значит, они производители фруктовых и травяных цветочных вод, антицелитных активов, антиэйдж-лифтинг-эффект активов, средиземноморских активов, растительных активов, консервантов, косметических спешалтис, капиллярного лечения, последних тенденций в косметике. «Биогрюндель» — это актив, который используют для зрелой кожи, который дает очень сильный лифтинг-эффект. Также дает сильное питание, увлажнение, разглашивание машин за счет своего большого состава. В данный комплекс входит более чем 20 ингредиентов, и эти ингредиенты работают с энергией и дополняют друг друга. Обратите внимание, что большое количество экстрактов витаминов и минеральных комплексов входит в данный состав. Сочетание как для зрелой кожи, как и для любого крема, здесь очень хорошее идет сочетание группы витаминов В, а также взята серия витаминовой красоты А, Е, С. Все вы знаете, что витамин А имеет мощный регенерирующий эффект, витамин Е питает и разглаживает, и сильный антиоксидантный эффект есть. Витамин С тоже является собой витамин, который проявляет антиоксидантное свойство и стимулирует обмен веществ. Обратите внимание, что большая группа витамина В находится в данном активе. Это В1, В2, В5, В6, В7, В9, В10, В12, а также никотиновая кислота. Все они способствуют тому, что кожа лучше регенерируется, питается, увлажняется. В данном случае этот актив является мощным коктейльом для зрелой кожи. Насколько он в кожу проникает? Он проходит варьер, проникает весь этот состав? Витамины сами по себе являются мелкими и по своей химической сути, по своим природным составам, и они имеют свойство проникать в кожу. Поэтому так же самое на первом месте стоит витамин А, у которого есть проникающее искусство, и все витамины проникают хорошо в кожу. Поэтому это витаминизированный состав, который будет очень хорошо питать, увлажнять и регенерировать кожу, именно зрелую кожу. Но не только для зрелой кожи можно променять его, поскольку здесь нет в составе кептидов или коллагена в данном случае. Поэтому можно употреблять его в активах от 30 до 40. Дозировка тут идет от 2 до 10%, а если вы делаете косметику профессиональную, то 15% в активах нет. А до какого слоя проникает витамин С? Еще раз. До какого слоя кожи проникает витамин С? Там же три слоя кожи. Витамин С витамин А проникает в додерную кожу. Витамин С? Он водорастворимый. Он водорастворимый. Витамин А жирорастворимый. Они так подобраны, что их комплексное действие работает так, что они проникают в глубокие свои кожи. Второй актив этой компании – это хея-мэйджик воли, то есть рассчитанный на придание волосам сияющего вида и на объем. За счет чего это происходит? Обратите внимание на богатый состав данного актива. Здесь есть и увлажняющие компоненты глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол. Здесь есть тоже группа витаминов В, я вам далее ее покажу. А также гидролизированный коллаген, аминокислоты которого глубоко проникают именно в волосы. Его питают изнутри и поверху образуют пленочку. И вместе с квотернием 80 волос за счет этого утолщается и образуется объем. Но кроме того, что образуется объем, есть куча элементов, которые будут питать, увлажнять, разглаживать кожу и защищать волос. Обратите внимание, В1, В2, аниацинамид, В5, В6, перидоксин, В7, В8, В12, карнозиновая кислота, квартоневозинси, поливинилперелидон. Витамин группы В хорошо впитывается кожу и увлажняет, питает и способствует невыпадению волос. Обратите внимание, что в данном случае витамин В5, В6 и В12 обязательно включены в этот актив. Это те активы и те витамины, которые должны быть обязательно включены в реструктуру от выпадения волос. Далее компания BTSA, это испанская компания и компания-производитель активов и натуральных антиоксидантов и витамина Е. Витамин Е и антиоксиданты производятся из подсолнечного масла и соевого масла. Первый токобиол — это антиоксидант, который состоит из группы токоферола, бета-токоферола, гамма-токоферола и декта-токоферола, фитостерола и скволена. По своему действию это антиоксидант, который предназначен как для косметики и для пищевой промышленности. Нутробиол, нутробиол-Т, есть нутробиол-Т, обратите внимание, нутробиол-Е. А нутробиол-Т, то есть токоферолы, это антиоксидант. Почему он является антиоксидантом в данном случае, в отличие от Е? Потому что в его состав входят альфа, бета-гамма и дельта-токоферолы. И в данном случае у нутробиол-Т больше всего бета-токоферола и дельта-токоферола, что делает его по антиоксидантным свойствам более сильным, чем, например, нутробиол-Е. То есть компания позиционирует нутробиол-Т как антиоксидант для пищевой промышленности, а нутробиол-Е, она ассоциирует и говорит про него как витамин Е для пищевой промышленности. И именно альфа-токоферол, с химическим составом альфа-токоферола. Серия биоксан делится на биоксан-Е и на биоксан-Т. В составе биоксан-Е, представленный альфа-токоферолом, ацетатом, это идёт биоксан-Е и серия биоксан предназначена для косметической продукции. Если нутробиол идёт для пищевой, то биоксан только идёт для косметической. Биоксан-Е есть, то есть состав входит токоферол, ацетат и альфа-токоферол. И есть биоксан-Т, это уже идёт серия антиоксидантов. И вот я специально показываю на таблице, что есть биоксан-Е, альфа-токоферол разной концентрации. К нему показана растворимость и показаны концентрации, которые вы можете взять в косметике. И биоксан-Е, альфа-токоферол ацетат разной концентрации. И показана растворимость и какие дозы можно взять в косметике. Далее биоксан-Т, то, о чем я вам говорила, это идёт уже смесь антиоксидантная. То есть в него входят токоферолы альфа-бета-гамма-дельта токоферол. И они разной концентрации. Биоксан 90%, 70%, 50%, 30% и биоксан-ПВС. Все они растворяются в маслах. Процент воды в косметику я вам дала. А здесь на таблице сравнительная характеристика, чем отличаются между собой витамин-Е и в данном случае антиоксиданты, которые я вам представила. То есть если посмотреть по стилю антиоксидантная, то мы видим, что витамин-Е, именно альфа-токоферол, будет проявлять более сильную силу антиоксиданта по сравнению с витамином-Е ацетатом и с витамином-Е ацетатом синтетического происхождения. Потому что альфа-токоферол проявляет более сильные свойства по сравнению с альфа-токоферолом-Ацетатом. Но если мы возьмем, например, нутробиол, в состав которого входят уже другие изомеры витамина-Е, альфа-бэкета, гамма-дельта, то по сравнению с альфа-токоферолом антиоксидантные свойства будут более сильные. Далее мы посмотрим токобиол. Токобиол проявляет более сильные действия по сравнению с витамином-Е и нутробиолом. И остальные аналоги разновидности токобиола будут проявлять сильные антиоксидантные свойства в зависимости от включения, что в состав будет включено. Так, здесь на табличке я показываю, почему токобиол является более сильным антиоксидантом по сравнению с другими антиоксидантами. Потому что в данный компонент включены токоферолы, их 20%, альфа-бэта-гамма-дельта, стеролы 10%, сквален 5%, моноглицериды 20% и растительные масла 45%. Токоферолы плюс сквален, особенно сильно сквален. Сквален входит в себом кожи, вы это знаете, и у него выражены сильные антиоксидантные свойства. Это как одно из его свойств. Хотя сквален сам до конца ещё не изучен, но его свойства в организме – это антиоксидантные свойства. Вот вместе с токоферолами, особенно с токоферолами, и скваленом, плюс стеролы ещё, токобиол проявляет максимальные антиоксидантные свойства по сравнению с токобиолом, по сравнению с биоксаном и по сравнению с альфа-токоферолом. Так, Цитролева – это бразильская компания, 33 года работающая на рынке. Мы её тоже нашли, она инкосметика, она является производителем, её товары экофрендли, натурально они тестируются на животных. Производит она 5 линейок – это CitraTech, CitraGreen, CitraForest, CitraNature, CitraEssential. Я вам представлю линейку CitraNature и CitraGreenActives. В данном случае линейка CitraNature производит Bissabalol. Чем отличается обычный Bissabalol от того Bissabalol, что производит компания CitraGreen? Вы знаете, что Bissabalol является сильным противовоспалительным средством, антибактериальным, антигрибковым, заживляющим. Традиционно он производится из ромашки, есть формы альфа и бета. В косметологии именно зарекомендовала себе эта альфа-форма, потому что она более заживляет, она заживляющая, успокаивает кожу и работает более эффективно. В данном случае компания CitraGreen тоже производит Bissabalol, альфа-биссабалол разной концентрации 80-85-95-99%. Разная концентрация будет иметь разную стоимость продукта. Стоимость продукта будет разной зависимости от концентрации. То есть вас должно это заинтересовать. Далее, чем еще, какая отличие от обычного Bissabalol и компании Citrullia? Отличие в том, что у них Bissabalol очищенный, очищенный от форнизола, и что дает возможность использовать данный Bissabalol в разной серии косметики, даже в детский, и в том, что вы с вами пожелаете. То есть она не будет вызывать раздражение. И второе, поскольку компания-производитель на этом специализируется, у нее есть большие данные по изучению этого продукта, по использованию, и много литературных данных, много лабораторных, поэтому они гарантируют, что продукт изучен и безопасен. Вторая линейка — это линия Citra Green Actives, представлена серией Alpha Aging, Alpha Complete, Alpha Improve и Alpha Whiteness. Здесь чем характерна эта линейка? Это смесь Bissabalola с разными маслами. И в зависимости от того, как соединяются масла с Bissabalol, эти активы имеют разные свойства. Вот, например, если взять линейку Alpha Aging, здесь Bissabalol с фруктовым маслом Mavriky Flexis соединен. Mavriky Flexis — это масло, которое имеет очень большое количество антиоксидантов. Именно каротиноиды очень много она имеет, поэтому проявляет сильные антиоксидантные свойства, очень сильно питает, увлажняет, регенерирует и защищает кожу от солнца. Поэтому данный актив применяется не только в линейке, например, для зрелой кожи, как актив, который хорошо разглаживает морщины, питает, увлажняет, а еще можно применять в солнцезащитной серии. Если, например, идет Alpha Complete, Bissabalol входит и масло листья чайного дерева. Масло листья чайного дерева, вы знаете, все как действуют, как антиголиковые средства, поэтому в соединении с Bissabalol, допустим, если использовать этот актив для волоса, это будет избавлять от перхоти. Если использовать актив для лица, антиокне средство. Если использовать для кожи, это будет антибактериальный эффект. Далее, Alpha Impro, соединение Bissabalol плюс масло семян прокакси и масло семян бобосу. Если использовать данный актив для волос, масло бобосу вы прекрасно знаете, это волосяное масло, такое же самое базовое состав, но не такое же самое, похожее по своему составу, как и масло докосное. Все масла, вы знаете, проявляют питающую и увлажняющую функцию, но эти масла, например, бобосу и кокосовые, характерны в том, что они имеют свойство хорошо проникать в волос, почему они и называются волосяными. И не только проникают, увлажняют, питают, то есть создают кондиционирующий эффект для волосов. Поэтому в данном случае можно взять Alpha Impro для волос. Что дает еще масло семян прокакси вместе с бобосу? Масло семян прокакси содержит бигеновую кислоту, которая проявляет мощное, сильное действие, как кондиционирующий агент. В данном случае оно хорошо питает, проникает в волосы и увлажняет. И масло прокакси, оно как и брокколи, идет как заменитель силикона, как бы натуральная альтернатива силикона, которая увлажняет, питает, обволакивает волос и при этом не утяжеляет волос. Поэтому есть еще объем после использования данного актива для волос. Далее, если взять этот актив для тела, то масло семян прокакси будет иметь отбеливающий эффект давать и еще убирать растяжки на теле. А масло Бабасу, поскольку оно сходно по своему строению с сегумом кожи, оно имеет свойство хорошо питать, углажнять и проникающую способность имеет. И еще такая способность масла, как быстро впитываться, не оставляет следа на коже. Поэтому данный актив еще эффективный при массажах и когда есть всякие у кожи проблемы, там, бляжки целлюлитные или растяжки, то этот актив помогает в данном случае коже. Альфа-Вайтнес, соединение бисаболола и фруктового масла Асайя. В данном случае фруктовое масло Асайя содержит большое количество полифенола, что является сильным антиоксидантным средством. И в данном случае этот актив, его самоназвание говорит о себе, это Альфа-Вайтнес, отбеливающий актив, то есть отбеливает кожу. Можно применять не только для отбеливания кожи, но также применять просто для питания, увлажнения, регенерации и для всех тех остальных свойств, которые свойственны маслу и активу. Далее Ресфарму вы все прекрасно знаете, покупаете активы компании Ресфарма, но в данном случае я хочу представить ее новинку, это водорастворимые масла. Водорастворимые масла вы тоже знаете, но здесь они немножечко масла изменили и изменили немножко формулу, я бы даже сказала, в лучшую сторону. Сейчас расскажу, в чем суть. Это перечень масла, которые водорастворимые в Ресфарме. Вот посмотрите на настроение. Значит, все вы знаете, что такое жиры. Все они состоят из глицерина и жирных кислот. Но в данном случае, что сделала компания Ресфарма? Она взяла 4 молекулы глицерина и террифицировала их между собой, присоединила остаток жирнокислотного масла и образовывалось масло, не просто обычное масло, которое жирненькое, а масло, которое имеет свойство растворяться. Оно растворяется в воде, а осадка не оставляет, то есть не будет у вас эффекта, как вам сказать, мутности. То есть оно растворяется, эффекта мутности нет, и при этом масло проявляет эмульгирующие свойства и является неиногенным павом в системе, также смягчает рецептуры, где у вас есть, например, павы амфотерные или анионные, то есть является такой еще переживающей добавкой. И кроме того, оно еще экологично, потому что состоит из глицерина растительного и из остатка масла. А здесь даю вам таблицу растворимости, показываю, что масла при pH, при рабочем диапазоне 5,8 pH и концентрации от 1 до 15, когда вы будете их растворять в воде, они будут давать прозрачные растворы. Но если вы будете давать pH менее 5, то уже будет проявляться мутность. А такие масла, например, как бабасу и макадамия, если вы будете давать pH меньше 5, будут еще более мутность проявлять. И только одно масло брокколи дает небольшую мутность уже при маленьких концентрациях, и при рабочем pH 5,8. А если концентрацию вы увеличите от 10 до 15, будет еще больше появляться мутность. Именно у брокколи. Будет растворировано у брокколи. Так, философия компании Feed Your Skin, накормить свою кожу, говорит о том, что, несмотря на то, что немножечко масла переделали, хотя она состоит из глицерина растительного и остатка кислотного, остатка масла. Масло осталось с маслом, потому что оно свои функции сохранило. То есть с ним же остался тот же самый жидно-кислотный состав, те же самые витамины остались, тот же самый скворен остался. И оно питает, увлажняет, регенерирует и выполняет свои функции масла. Поэтому выполняется философия компании Feed Your Skin, накормить свою кожу натуральным ингредиентом. И последнее, есть у нас производители, которые специализируются на натуральных альтернативах силикона, вазелина, ланолина, скворении скволана, натуральных эмульгаторах и воскарбатерах и растительных пудрах. Это вам для ознакомления дают. Так что, вот такие вот мы новинки для себя подширкнули и, надеюсь, для вас. Если у вас есть вопросы, задавайте. Спасибо. 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 Спасибо.